Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи и мы продолжаем карьеру за Джеймса Дэвиса FIFA 22. Мы продолжаем свое выступление в команде Челси и продолжаем борьбу в чемпионате, в бомбардирской гонке, а также в Лиге Европы. Вы ребята поддержали здорово прошлую серию, поддержите этот видосик своим лайком, давайте постараемся как можно быстрее набрать больше полутора тысяч. И ребята, также если вы новеньки, не забывайте подписываться на канал и прожимать колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. Ну а если вам не приходят уведомления, попробуйте переподписать колокольчик, возможно что-то изменится. Ютуб на праздниках, видимо из-за перегрузок, немножко хандрит и не всегда приходят уведомления зрителям. Это видно бывает по просмотрам и по активу под роликами. Сегодня нас ждет игра против Манчестера Юнайтеда. Сегодня мы также встретимся с Вестхэмом, который идут на третьей строчке. Ну и матч Лиги Европы, там мы встречаемся с Аталантом. Просили показать статистику, Джеймс Дэвис 25 голов в 28 матчах, Хименас продолжает его преследовать. Бруно Фернандеш на третьем месте 21 гол. В голевых передачах тоже Джеймс Дэвис лидирует с неплохим отрывом на 8 голевых передач, он опережает Садио Мане. В Лиге Европы Джеймс Дэвис благодаря своим завитым голам в прошлой серии смог выйти на первую строчку 9 голов в 9 матчах. И по голевым передачам Джеймс Дэвис также лидирует 10 голевых передач в 9 встречах. Антуан Гризман сейчас находится в Аталанте и, кстати говоря, именно с ним нам предстоит встретиться сегодня. Ну а что касается общих показателей нашего игрока за все время, просили также это показать. У нас, ребята, 128 побед, 24 ничьи, 22 поражения, 161 гол мы уже забили и отдали 94 голевые передачи. Ну а что касается этого сезона в Челси, то здесь у нас, ребята, победа в Карабао Кап. Пятый раунд. Эмирейтс Кап лучшим игроком матча мы становились 26 раз, 13 раз попадали в команду недели и 3 раза становились игроком месяца. Забили 44 гола, отдали 31 голевую передачу. Также очень часто спрашивают в комментариях, как я повысил рейтинг. Ребята, в 35 серии я показывал все то, как я распределил таланты. Если вы так сделаете для нападающего, для фланговых нападающих, то у вас тоже рейтинг возрастет. Ну а сейчас давайте отправляться на игру против Манчестера Юнайтеда. Усарывайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки и погнали на игру. МЮ, друзья, сейчас нас опережает на 10 очков в чемпионате и плюс у них еще игра в запасе. Мы свой 32 тур уже сыграли, у них пока что 31 сыгранная игра и сейчас нам нужно изо всех сил постараться у них выиграть. Выиграть у них, выиграть у Вестхэм Юнайтед и, возможно, поражение сейчас заставит хотя бы их ошибиться в дальнейшем. Потому что если они продолжат выигрывать, то, ребята, первого места в этом сезоне нам точно не видать. Джеймс Дэвис на самой ленточке сохраняет мяч. Дэвис набирает скорость и можно подавать на Влаховича, но мяч до него не дошел. Джеймс Дэвис получает передачу от Влаховича. Дэвис, ну же, ну же, парни. Классный пас на Пулешича, но тот немножко не добирается. И мы начинаем давить. Манчестер уже в их штрафной. Канте уронили и в итоге МЮ смогли отвоевать себе футбольный снаряд. 20-я минута Эрлинг Холланд. Дальний удар поворотом, мяч попадает в руку, еще один выстрел и здесь наш галкипер справляется. Но, тем не менее, это угловой. 21-я минута, еще одна подача в штрафную. Отбились. Здесь подтолкнули Джеймса Дэвиса. Сдерживаем, сдерживаем, ребят, соперника. Здесь уже Джеймс Дэвис играет чуть ли не защитника в этом эпизоде. Перевод налево. МЮ сейчас очень здорово контролирует мяч. Влахович пытался зацепиться. Ну а Матич, как мы видим, вешает бутсы. На гвоздь опасная передача направо. Молодец, молодец, Маркиниас. Дэвис. Влахович. И нарушение правил, конечно же. А здесь, ребята, есть Хаверц. И с левой ноги он может поразить ворота. Это заброс на конте. Джеймс Дэвис. Попытка удара. А у Диаса, как мы видим, ребята, травма. У нас идет концовка первых 45 минут. Манчестер Юнайтед идет в очередную атаку. Бруно Фернандеш. Передача на Холланда. И вовремя. Вовремя, ребята, вышел голкипер. Ну что, смотрим, сколько добавит главный судья. Он добавляет одну минуту. Она уже истекла, и у нас перерыв. Манчестер Юнайтед, в принципе, ничья устраивает. Они играют аккуратно. Чуть больше, наверное, даже отходят назад. Влахович пытался зацепиться. Ну а нам, ребята, кровь из носа надо сейчас побеждать. Три очка здесь нам очень важны. И передача на Пулешича. Снова Влахович. Нет, это, ребята, Хаверц. И это 1-0. Вот так вот разрядили обстановочку во втором тайме. И Хаверц, ребята, завивает свой очередной гол. Очередная голевая передача Джеймса Дэвиса. Ну вот бывают у нас такие моменты в карьере, когда нужно больше распасовываться, чтобы команда побеждала. Ну и Джеймс Дэвис с этим пока справляется удачно. И Хаверц молодец. 1-0, ребята. 51-я минута. Сейчас, возможно, МЮ пойдет активнее в атаку. А все началось, кстати говоря, с хорошего отбора Джеймса Дэвиса в центре поля. Подача в штрафную. Наш голкипер молодец. Забрал мяч намертво. И побыстрее сюда. Передача на Пулешича. Дальше Хаверц. Передача на Влаховича. Но здесь он к мячу не поспел. У нас 67-я минута. И снова МЮ идет в атаку. Джеймс Дэвис. Дал, сделал передачу. Но здесь очень здорово отработал Маркиниас. Заблокировал выстрел. И у нас, ребята, замена Броя появляется вместо Млаковича. Джеймс Дэвис против Бруно Фернандеша. Здорово. Дэвис выгрызает мяч. И передача во фланг. Ну а теперь, ребята, нужно бежать. Нужно просто бежать вперед. Подача. Хаверц. Не вышел удар опасным. И снова Холланд. Его дальний удар спасает, ребята, голкипер. Криштиану Роналду выходит. Вместо Бруно Фернандеша он еще, ребята, в игре. Джеймс Дэвис. Хаверц. Снова пас на Канте. Удар поворотом. И 2-0, ребята. Канте. Что за выстрел? Вот это было, ребята, жарко. Это 2-0. И шикарная комбинация. Хаверц выводит Канте. И тот изумительно пробивает в дальнюю девятку. 2-0. Ну и после этого Канте уступает место на поле Маунту. Ребята, за оставшиеся минуты, я думаю, вряд ли Мью сможет забить 2. Но сегодня действительно наша атака оказалась сильнее. Пытались, пытались футболисты Мью бить из-за пределов штрафной. Как-то разыгрывать на коротке. Но за счет того, что Джеймс Дэвис отрабатывает почти по всему полю, им было очень сложно. Роналду. 3 минуты добавил главный арбитр. Джеймс Дэвис несется сейчас вперед. Дэвис. Получает передачу от Брои. Дэвис. Ну же, третий. Нет. Все. Матч закончен. Победа 2-0. Мы обыгрываем Манчестер Юнайтед у них дома. И чуть-чуть приближаемся к лидеру. Матчей осталось не так много, но, ребята, сейчас не все зависит от нас. Ну и чтобы потом не говорили, что только мы атаковали, у Мью было столько же моментов, сколько и у нас. Отставание сократилось до 7 очков. Это две победы, одна ничья, но осталось не так много туров. Нам предстоит сейчас играть с четвертым местом. Вестхэм опустился. Манчестер Сити их опередили. Ну и давайте отправляться на игру. Вот так вот выглядят стартовые составы. И, ребята, поехали. Это уже домашняя игра. Сейчас идет борьба за позиции команд в Лиге Чемпионов. И Вестхэм, я думаю, тоже захочет побороться. Нет никаких осадков, нет дождя, нет снега, ребята. И мы готовы показать хороший английский футбол. Джеймс Дэвис сегодня выходит полон сил. Ну и, ребята, поехали. Опасная атака Вестхэма. Здесь Джеймс Дэвис пришел спасти. Левакович забирает мяч намертво. И тут же быстро вводит его в игру. Дальний выстрел Дэвиса. Вот это было неплохо. Сразу проверили голкипера Вестхэма. И снова Дэвис. Резко разворачивается Дэвис. Уходит от соперника. Дэвис. Какой момент. И снова тащит голкипер. Ой-ой-ой. Это грубо. Надо давать желтую. И она в руках арбитра. Дэвис. Выстрел слева. И каркас ворот спасает. Пули шич. Вот это добивание, ребята. Но снова только лишь угловой. Мы вжали сейчас Вестхэм. К их воротам. Но пока никак не можем забить. Джеймс Дэвис. И пенальти. Это, ребята, пенальти. Мяч попадает. Попадает в руку. Но в таких матчах частенько, когда оборона плотно держит оборонительные редуты у своих ворот, бывает так, что мяч попадает в руку. Это, ребята, нам на руку. И, скорее всего, Хаверц подходит к мячу. Он уже не раз забивал 11-метровый. И молятся болельщики Челси. Хаверц. Разбег. Удар. 1-0. 1-0, ребятки. Мы выходим вперед. И Кай Хаверц выводит Челси вперед в первом тайме. 1-0. Но здесь снова спокойно. Без каких-то нервов. Галкипер упал в один угол. Мяч полетел в другой. Восьмой гол Хаверца. По-моему, третий, если я не ошибаюсь, в пенальти. Ну и мы вышли вперед. Это здорово. Джеймс Дэвис. Как крутанул сопернику удар Дэвиса. И снова спасает, ребята, Галкипер. Очередной угловой. 35-я минута. Подача. Снова спасает Галкипер. Выстрел ножницами. И мяч мог сейчас оказаться в воротах. Это Маркиниас. 39-я минута. И Вестхэм уже идет в атаку. Подача в штрафную. Маркиниас. Молодец. У нас, ребят, концовка матча. Джеймс Дэвис. Передача на Влаховича. Джеймс Дэвис вынимай. Красотища. И второй гол под занавес. Первых 45 минут. Классно. Разыграли. И здесь Влахович не пожадничал. В этом эпизоде он успел оценить ситуацию. Щелкнул пяточкой на Джеймса Дэвиса. И тот, ребята, забивает. Ну, а вот Вестхэм. Снова летит вперед. Прострел. Смогли отбиться. Влахович пытался навязать борьбу. Дальний удар по воротам. И Вестхэм один гол отыгрывает за считанные секунды добавленного времени. Александр Головин забивает дальним ударом. И это, ребята, 2-1. Ну, здесь неплохо Головин. Получил передачу и бахнул в дальний угол. Манчестер и Юнайтед и Саут. Гемптон. Пока ребята играют в ничью 1-1. Мы пока побеждаем. Вестхэм 2-1. Но они в самой концовке первого тайма смогли один гол отквитать. И сейчас, возможно, на положительном заряде эмоций, которые они добыли в самом конце первого тайма они понесутся в атаку во втором. Еще один удар поворота. Я в сайт. У нас 63-я минута. Угловой у наших ворот. Броя появился вместо Влаковича. Пошла подача. Все проскочили мимо. И это, ребята, просто невероятное спасение. Там уже был пустой угол. Джеймс Дэвис спас на Брою. Здорово. Попытка передачи обратно в центр, но она не получилась. Джеймс Дэвис здорово проскочил по флангу. Дэвис. Мяч под левой. Селив дальний удар Дэвиса и тащит галки. Супер. Перекладина. Добивание, ребята. И мяч в воротах. Этот гол будет засчитан. 3-1. Пулешич. Ну, теперь станет полегче. А кто это? Маркиниас решил приложиться или... Да, по-моему, это он или Джеймс. Кто-то из них. Ну, а здесь уже Пулешич на добивании. Сыграл. Счет становится 3-1. За 8 минут до конца. Пулешич. Дэвис. Еще один выстрел. Вынимает четвертый. Дэвис и Пулешич. Американская связка Челси. Идут добавленные минуты. И они, кстати говоря, уже истекли. И все. Это победа. 4-1. И очень важные три очка. Ребята Мью с Аутгемптоном сыграли 2-2. Это значит, что мы потихоньку к ним приближаемся. Ну, а сейчас мы идем в гости к Аталанте на первый матч полуфинала Лиги Европы. Вот так вот выглядят стартовые составы. У них довольно интересные там персоны. Гринвунд, Гунку в центре поля. Давайте сейчас только форму быстро поменяем. Мы сыграем, ребята, в своей желтенькой. Ну, а Аталанта пускай играет в домашней. Мы должны, ребята, побеждать и здесь. Поехали. Очень интересных футболистов Аталанта собрала в своем составе. И довольно много этих футболистов именно атакующих. Но посмотрим. Все-таки мне кажется, Гринвуд это не игрок центра поля. Как бы у них не получилось перенасыщение именно атакующими игроками, а не теми, кто может еще и защищаться. Поехали. Аталанта пока в атаке. Дальний выстрел поворотом. И Ливакович уже, ребята, тащит. Шестая минута. Хозяева сразу взяли за дело. Еще момент. Опасная передача. Гризман. И что? И здесь не стал добивать соперник. Я не понимаю, ребята, что произошло. Но в итоге попытка контратаки и уже Джеймс Дэвис несется вперед. Есть, ребята, есть партнер. Но Дэвис берет игру на себя. Вот так вот нужно решать эпизоды. 1-0 и Джеймс Дэвис выводит Челси вперед. Мне кажется, все до последнего ждали, что мы сделаем пас на Влаховича, но посмотрите, как разобрался с эпизодом Дэвис. Одно движение в сторону и справа и в дальний. 1-0. Только что мы могли пропустить. Было пара опасных моментов в наших ворот, но тут же первая контратака и Джеймс Дэвис делает свою работу. И снова Джеймс Дэвис. Еще один дальний выстрел и дубль Дэвиса. Я говорил, что Аталанте будет очень сложно с таким атакующим составом играть в обороне. И пока мы очень здорово разбираемся с тремя ее защитниками. Это дубль Джеймса Дэвиса за 18 минут и мы продолжаем. Мне кажется вот центр поля у Аталанты не готов к борьбе. Они все несутся в атаку. Посмотрите, они всю борьбу проигрывают. Они всю борьбу в центре поля проигрывают. Джеймс Дэвис. Здорово. Надо забить третий. Я думаю, ребята, это уже конец Аталанты. 24-я минута уж слишком. Открыто они решили сыграть с нами. И в итоге центр поля просто стал проходным двором. Антон Гризман дальний выстрел. Снова Левакович. Ой-ой-ой, красиво Джеймс Дэвис усолил соперника и первая желтая карточка. Снова Джеймс Дэвис. Надо простреливать. 4-0. 4-0 и уже Влахович забивает гол, ребята. Мы уже не жадничаем. Хороший прострел на дальнюю. Ну и просто просто ребята разнос. Наша команда к концовке сезона завелась. Вот этот вкус победы. Но он действительно у нас появился и мы готовы разносить любого соперника. Джеймс Дэвис классно развернулся. Хорошая передача направо. Влахович дубль. Или нет, это ребята Хаверс по-моему, да? Или все-таки нет, это Влахович. Просто разнос. 5-0 в первом тайме. соперник забыл выйти на футбольное поле. Но мне кажется, все-таки действительно это вот из-за футболистов, которые играют просто не на своих позициях. Ну какой Гринвуд в центре поля? Это ребята не те игроки, которые должны навязывать борьбу. Ну а вот опасный выход Антуана Гризмана. Он бьет с правой и не попадает в створ. Кэтрик Джеймса Дэвиса и дубль Влаховича. Вот такие вот дела в первом тайме. Ну а что Аталанта? Они били, ребята, моментов у них было немало, но забить они не смогли, а в итоге оборона позволила слишком много. Это ребята Нкунку, неплохая передача. Снова Нкунку, и один гол Аталанта отыгрывает. Возможно, второй тайм будет еще жарче, чем первый. Ну и вот здесь уже смотрим. Наша оборона примерно так же, как и оборона Аталанты дала пройти. Не получилось выбить мяч, и в итоге 5-1. Заброс на Джеймса Дэвиса. Дэвис! Классно разбирается с соперниками. Ну же Пулешич! И повезло. Аталанте, ребята, просто повезло. Джеймс Дэвис! Джеймс! Снова Дэвис! Надо бить! Удар Дэвиса в анима. Это покер, ребята. Первый, по-моему, покер Джеймса Дэвиса в его карьере. 6-1. Ну вот, ребят, в прошлых сериях у Дэвиса не залетало, а здесь залетело. Были у нас частенько удары, которые проходили мимо, были частенько удары, которые отражал голкипер, ну а тут Джеймсу Дэвису ребята фортануло. Не смог заскочить в штрафную, но тем не менее, ребята, мы побеждаем. Это победа 6-1. И покер Джеймса Дэвиса. У нас сейчас, ребят, игра против Crystal Palace, и ее мы просимулируем. Будем надеяться, что мы выиграем, а Манчестер Юнайтед проиграет. Смотрим. Это победа 2-1. Джеймс Дэвис и Хаверс, авторы забитых голов. МЮ, ребята, всего лишь 2 очка отставания у нашей команды. Осталось буквально 3 тура. В следующей серии мы постараемся завершить их. Завершить, возможно, этот сезон. Вы поддержите карьерку лайком, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Локи. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok